Добрый день, уважаемые коллеги! Меня зовут Прокопец Мария. Я директор по развитию компании Парафан. Это российская компания по производству продуктов для здоровья. Я рада приветствовать вас в этом зале. С кем-то из вас мы уже знакомы. С кем-то я рада увидеться сегодня впервые. И надеюсь, что наша дружба будет благотворной, долгосрочной и перспективной как для вас, так и для нас. Сегодня здесь я хотела бы представить свою компанию, с которой мы заходим на рынок Армении. Я хотела бы рассказать о компании, рассказать о продукции. Познакомить вас с нашим руководителем, генеральным директором, который, к сожалению, не смог точно попасть к нам. Очень старался, хотел, но, к сожалению, не смог. Мы нашли выход, мы подключили его онлайн. Сегодня он также расскажет вам о наших препаратах, потому что здесь присутствуют и доктора, которых мы хотели бы подключить к работе с нашей продукцией, и аптечные сети, на работу которых мы тоже очень рассчитываем. И сегодня такой преломщик. Я рада и благодарю вас за то, что вы пришли и поучаствовали в нашем мероприятии. Хочу несколько слов сказать о компании. Компания Парафарм – это компания, которая производит препараты из лекарственных достичных сырья и сырья природного происхождения. Сама по себе компания представляет собой, ну, назовем так, холдинг. У нас несколько предприятий. Компания работает на рынке России с 1995 года, то есть более 25 лет, поэтому мы твердо стоим на ногах. На рынке России представлено более 25 лет, и в наш производственный комплекс входят следующие подразделения. Входит предприятие по выращиванию высокосортового лекарственного растительного сырья. То есть мы сами выращиваем, сами из него производим продукцию. Семена у нас все высокосортовые. Закупаем семена, как правило, в Виларе, во Всероссийском институте лекарственных растений выращиваем. В дальнейшем используем в своем производстве. Также у нас есть комплекс по переработке и производству самих по себе продуктов. Есть аптечная сеть, которая составляет 74 аптеки на территории Пенда и Пензенской области. И 4, и уже развиваемся, открываем новые аптеки в Москве. Также у нас есть медицинские центры, которые называются «Долголетие» и «Здоровые дети». То есть достаточно крепкое и хорошее предприятие, в рамках которого происходит полный цикл рождения продукта, разработка рождений и производства продукта, вывод на рынок и анализ, как все это работает. Компания имеет более 300 патентов на свою продукцию, как на территории России, как на территории стран Синдер, на территории дальнего зарубежья. Америка, Китай, Япония и большое количество стран. Компания производит у них как широко распространенные всем известные продукты, такие как монопрепараты, да, это всем известные валерьяна, вечерние, пустырник, дрожжи, так и продукты с инновационной составляющей, на которые мы и делаем большие ставки, с которыми мы действительно работаем, с которыми ведется большое количество научных исследований. Разработка продуктов проходит совместно с ведущими институтами, медицинскими, российскими, с ведущими докторами. Исследования проводятся на базе крупных медицинских центров, всероссийских центров, под эгидой Министерства здравоохранения России. Поэтому я рада представить нашу продукцию на территории Армении и надеюсь, что вместе с вами мы также здесь, в Армении, проведем полномасштабную работу по продукте. Я хотела бы поблагодарить компанию «Гидон Риктор», которая является нашим партнером на территории Армении, да, и большое спасибо сказать за то, что поддерживает нас и помогает нам. Я хотела бы поблагодарить ассоциацию пустого пороза Армении, которая также поддерживает, помогает нам. Хотела бы сказать, ну, наверное, на перспективу о том, что у нас работают медицинские представители на территории Армении. На сегодня работала СОН, на сегодня у нас работает Кристина. Я надеюсь, что вы будете рады встрече с нашими сотрудниками и поддержите нашу компанию. На что касается моего такого, наверное, вводного слова, я не буду долго задерживать, да, я все сказала. И на сейчас я хотела бы дать слово нашему руководителю, который подробно расскажет о преимуществах нашей продукции, которые вам и интересны. Хорошо? Спасибо. Сергей Геннадьевич, вам слово, да? Да, здравствуйте, уважаемые коллеги. К сожалению, не смог прибыть. Вот, очень сожалею. Всегда люблю выступать очень, чтобы видеть глаза и отвечать на поставленные вопросы. Сегодня я хотел вам рассказать об удивительном открытии, которое сделал наш профессор Вилорий Иван Штруков, который исследовал более 50 лет костной ткани. Ему в этом году исполнилось 86 лет, и вот более 50 лет он исследовал костную ткань и оборот кальция внутри организма. Это, ну, вот этот многолетний труд позволил сделать открытие, которое бывает, ну, раз в 100 лет, и то не в каждой стране. И вот моя лекция называется «Кальций друг или враг». Ну, это, сейчас я хотел просто напомнить основные моменты, которые все мы знаем, ну, из которых, это, в качестве аксиомы исходил профессор Струков, что кальций – это макроэлемент, ну, пятый по распространенности в мире. Кальций выполняет очень много функций в организме, но главная его функция – это передача электрического сигнала от коры головного мозга до мышц. И вот, исходя из этого, Струков сделал предположение, что кальция не может не хватать в пище, вот. И если бы кальция не хватало бы в пище человека, то человек каждый день рисковал от невозможности вздохнуть. То есть, вот на чем основаны фосфорные бомбы? Мы резко понижаем кальций, человек умирает от паралича дыхательных мышц. Поэтому, вот так как кальций – это макроэлемент, и его много, вот Струков стал думать, а что же разрушает костную ткань? Дальше вот это мы обращаем внимание, что мы знаем о клетке кости. Клетка кости, вот, ну, я буду опираться на монографию Котельникова Геннадия Петровича, Самарский медицинский институт, он член-корреспондент Российской академии медицинских наук, что клетка кости, она имеет следующий цикл. То есть, клетка кости, ну, по разным данным, живет от 4 до 6 месяцев. Клетка кости, когда рождается, она в течение 14 дней набухает кальцием и занимает все отведенное ей пространство, которое отвели ей остеокласты для построения. Клетка кости использует тот же самый механизм, что и ракушка в море. То есть, она берет кальций и фосфор из межклеточного пространства, соединяет вместе, выделяет наружу в виде гидроксиапатита кальция. И вот это она делает в течение 14 дней до 100 раз, увеличивая свой минеральный объем. Потом она умирает, и приходит остеокласт, который ее разбирает, и обратно кальций и фосфор поступают в кровь. То есть, ну, вот, это процесс вот такой жизнедеятельности клетки кости. Вот профессора Струкова постоянно мучили вопросы, ну, ответы на те вопросы, которые задавали ему пациенты, и которых, вот он не знал ответы, ну, и многие из вас, наверное, тоже не знают. Допустим, почему в 50 лет кальций перестает усваиваться? Почему артроз и остеопороз развиваются одновременно? То есть, артроз – это нарост на костной ткани, который ограничивает подвижность суставов. И с другой стороны, говорят, остеопороз – это вот нехватка кальция в пище. Почему остеопороз и атеросклероз сосудов также развиваются одновременно? Ну, это прямую связь, это ставят кардиологи. Почему артриты не излечиваются, а чаще всего лечатся от одной ремиссии до другой? Почему прием препаратов кальций с витамином Д3 не предотвращает повторный перелом, а больше способствует кальцификации мягкой ткани? Ну, вот последствия приема препаратов кальций с витамином Д3 было наглядно видно профессору Струкову. Это вот из разных… Так как он является идущим профессором Пеннинского института усовершенствования врачей. Вот на что обратил внимание профессор Струков. Вот сейчас про суть открытия. Профилосор Струков обратил внимание на морфологию костной ткани, то есть на ее структуру, а именно на полостные образования в кости. Вот здесь вот они встречаются, эти полостные образования, как вот и при гиперменеризации видно черные точки, может, черные области на рентгеновских снимках, вот, и при остеопении, и про остеопорозе. То есть этот… И вот эти полостные образования, они все время росли и росли, и в конце концов по ним шли переломы. И не было механизма воздействия на данные полостные образования. То есть не было механизма, кто бы смог восстановить структуру костей. Вот эти, говорю, чаще всего полостные образования видят кто? Рентгенологи, травматологи. Вот, допустим, как выглядят полости, они обведены зеленым цветом. То есть это вот участки темной, это темные места при артритах, к примеру. Вот так вот видно тоже на ногах есть и солевые отложения, и вот участки, где вот это, минеральной плотности практически нету. Они тоже обведены зеленым цветом. Ну, вот это, ну, как вам сказать, это просто, это как трупы, когда вот скрывают, вот видят вот такие позвоночники. То же самое это видят на компьютерной термографии. Вот здесь вот объект С, вот посмотрите, тоже минеральная плотность, вот практически она как и мягких тканей содержится. Дальше, Белгородский медицинский институт, исследовав трупы и микроскопию, делав снимки, посмотрел, а что содержится в этих полостных образованиях. И вот он, по сути своей, там ничего не обнаружил. То есть он обнаружил, что в полостных образованиях отсутствуют как клетки костей, так и отсутствует кровеносная система. То есть вот, по сути своей, как мы говорим, черная дыра. Да, то есть это отсутствие структуры, костной ткани и, соответственно, кровеносной системы. Что мы сами видели? У нас есть аппарат денситометрии фирмы Остеометр, американская, ДТХ-100. Мы видели эти полостные образования и у детей, вот, ну, наверху вот снимок подростка. Снизу это перелома, а сверху вот полостное образование. Как вы видите, это выделена черная точка. Это соответствует, ну, то же самое, что мягкие ткани между лучевой и локтевой костью. Это полостное образование у женщины в продуктивном возрасте. Это вот снимок внизу пожилой женщины. И с другого, говорю, часто приходили пациенты с таким вопросом, говорит, Вилорий Иванович, мы три года ели препараты кальция с витамином Д3, почему мы сломали руку или ногу? И вот Струков, вот это снимок, который на аппарате денситометрии показывает черные точки между локтевой и локтевой кости, где отсутствует структура костной ткани и отсутствует кровеносная система. И при этом же видно скопление солей между лучевой и локтевой костью. Это вот снимок с аппарата денситометрии. То есть вот как воздействовать это, ну, Струков понимал, что вот эти полостные образования, они все растут, растут. И в то же время прием препаратов кальция с витамином Д3 приводит к тому, что костная ткань морфологии не восстанавливается, а большей частью идет скопление, отложение солей в мягких тканях. Ну, что разрушает костную ткань? Ну, это очень много лекарственных препаратов. Вот сейчас лечили коронавирус, это антибиотики мицефалоспоринового ряда, преднизолоном. Соответственно, все они бьют по костной ткани. Это, ну, здесь вот эльтероксин ускоряет развитие остеопорозов в три раза, амипрозол и так далее. И вот на фоне приема этих препаратов полостные образования постоянно увеличивались. А как повлиять на эти полостные образования, ну, вот ответа не было. И вот в 2009 году был совершен научный прорыв. Теория лечения остеопороза препаратами тестостерона на практике не нашла применения за высокого риска онкологии и тромбообразования. Ну, вот в 2009 году был создан уникальный компонент на основе трутнего расплода. То есть это пчела-матка трутни. Мужские особи пчел специальным образом законсервированы, в которых сохранились прогормоны пчел. Вот состав его представлен, но самое важное в том, что гормоны пчел – это энтомологические гормоны, из которых человеческий организм легко строит тестостерон, эстрадиол, прогестерон. То есть вот три главных гормона, которые необходимы организму, человеку. Активация эстрогеновых рецепторов активизирует 600 генов прогестерона, 1800 генов андрогена, более 250 генов. И по сути своей, вот это применение трутнего расплода явилось, как вам сказать, ну, как прообраз молодильного яблочка. То есть организм стал легко строить свои собственные гормоны, причем негормональным способом. Мы это проверяли в нескольких исследованиях своих на разных препаратах. И вот у нас одно было исследование, это левитон-форте для нашей олимпийской сборной, которую мы поставляем Федеральному медико-биологическому агентству. Ну, левитон-форте для наращивания мышечной массы при истощающих физических нагрузках, поддержания его. И вот это, от исследования Португала Сергей Николаевич показал, что тоже идет рост тестостерона. Владимир Владимирович Путин нам сделал награду большую. Мы единственное предприятие, которое награждено наградой президента за данные открытия. На основе вот этого трутнего расплода были разработаны три препарата для персонифицированного подхода в лечении костных заболеваний. Это остеомет для пациентов с дефицитом кальция, но без дефицита витамина D. Это остеомет-форте для лиц, у которых большие полостные образования в торбикулярных отделах костей. И остеовид. Это чаще всего для детей, у которых есть витамин D, но который, как мы поняли, вообще практически не нуждается в кальциях. И вот дальше я хотел показать вам снимки с аппарата денситометрии наших пациентов, которым мы показываем, что костную ткань, по сути своей, можно восстановить, морфологию костной ткани в любом возрасте. Ну вот, допустим, Анна Михайловна, 86 лет. Полостное образование, как вы видите, солевые отложения. Прием наших препаратов, остеомет-форте, позволил что сделать? Закрыть полостное образование, восстановить структуру костей и убрать солевые отложения. То есть это вот феноменальное действие препарата. Вот Алифтина Алексеевна, 82 года. Посмотрите, какие крупные полостные образования. Прием остеомет-форте позволил восстановить структуру костной ткани. Вот Вера Афанасин, 79 лет. Тоже закрываются полостные образования, рассасывается отложение солей. Вот Любовь Игнатьевна, это вот моя мама была, 73 года. Тоже полостное образование, вот ее восстановление. Галина Ильин, 69 лет. То есть вот полостные образования, говорю, они встречаются практически, ну вот у всех женщин после метапузального возраста. Вот, на начальном этапе, говорю, у детей и вот у женщин, которые принимали, принимают препараты, которые разрушают костную ткань. То есть костная ткань подвергается, как мы образно сказали, подвергается кариесу, точно так же, как и зубы. В ней образуются вот эти полостные образования, где отсутствуют клетки кости и отсутствует кровеносная система. Соответственно, кто бы мог утвоить кальций, если клеток кости нету. И вот дальше, когда мы научились закрывать полостные образования, мы объяснили теорию развития артрозов и артритов. То есть вот когда стали закрываться полостные образования, мы стали уходить как от артрозов, так и от артритов. Вот на картинке показано полостное образование, за которым есть тоже костная ткань. И когда остеокласс через 6 месяцев разрушает клетку кости, то возникает вопрос, а куда деть минеральный матрикс? Полостное образование, как плотина на реке, мешает выводу минерального матрикса в кровеносную систему, разрушенного минерального матрикса. И поэтому остеокласс, вот как рот, выталкивает его наружу, идет вспучивание хряща. Поэтому в хрящевой тканике обнаруживаются обломки костных клеток. Это первая причина. Вторая же причина в том, что в полостном образовании начинают скапливаться продукты жизнедеятельности окружающих клеток костной ткани. По сути своей начинаются процессы гниения. Это вот как раз объясняет то, что одно из причин возникновения артрита. Если полостное образование закрывается, то мы останавливаем развитие артрита и артроза. То есть вот такое вот у нас с вами было открытие. Теперь это, ну, по поводу поднятия тестостерона. То есть вот как вот здесь вот показывается, то что вот среднее количество, средний возраст пациентов, которые мы проводили исследования, мы за свою практику, остеомед форте, прошел более 80 исследований различных медицинских институтов. То есть у нас и Санкт-Петербургская военно-медицинская академия исследовала, Московский институт курортологии, это ростовские клиники, омские, воронежские, дагестанские. То есть, ну, в свое время украинцы очень много, сейчас это крымчане проводили исследования. То есть, ну, разные исследования показали, что, ну, остеомед благотворно влияет на костную ткань. Так вот, основное исследование показывало, что средний возраст пациента, которым отобрали, был 72,5 года. И 9-месячный прием остеомеда форта поднимал уровень тестостерона с 1,1 наномоль на литр, что соответствует их физиологической норме, до 2,5 наномоль на литр, то есть до уровня 30-летних женщин. То есть мы показали, то есть вот когда уровень тестостерона начинает расти, то организм очень бережно подходит к этому росту тестостерона, он начинает, в первую очередь, затыкать самые острые для него места. То есть это полостные образования. То есть идет восстановление морфологии костной ткани. То есть костная ткань, структура ее восстанавливается, соответственно, ну, костная ткань укрепляется, и больше переломы не страшны. То есть это вот, ну, говорю, вот такое вот открытие. Дальше вот я хотел показать это. Ну, вот уровень тестостерона у нас растет не только при приеме остеомеда форта. У нас еще разработано несколько препаратов на основе трутневого расплода. Это вот Иромакс. Было специальное исследование, ну, по-мужскому, как на мужчин действует, вот, трутневый расплод там с травами. И было показано, что, ну, тоже феноменальные действия, 43% роста уровня либидо, 45% роста стерона, это вот за месяц приема, и 31% улучшения качества эрекции. Иромакс вот вошел в тот же список, ну, он не в 100 лучших изобретений попал, а в список перспективных изобретений России. Второе исследование, говорю, был Левитон, Форте, и третье еще это Фимаклим, в котором я тоже сегодня расскажу, который попал в список 100 лучших изобретений России. Вот. Кому нужен остеомед форта? Это вот женщина в пре, пост и менопаузе. Первые 5 лет данного периода женщина теряет, ну, очень много костной ткани, до 30%. Вот людям, кто болеет артритом, артрозом, остеопорозом, парадонтитом, людям с мышечной слабостью, то есть мы единственный остеопротектор, наверное, в мире, который укрепляет не только костную ткань, но и мышечную ткань. Вот. Остеомед кому нужен? Вот людям, ну, это вот, как бы сказать, те, кто хотят иметь крепкие волосы, ногти, ну, то есть при нарушении гормонального фона. Ну, людям вот с маленькой остеопенией. Вот. Остеовид. Это вот мы тоже очень много исследований проводили на детях. То есть мы поняли, что препараты кальция им не нужны, то есть у них нет проблем с усвоением кальция чаще всего. А у них именно проблема с морфологией костной ткани. Особенно, когда ребенок быстро растет, образуются вот эти полостные образования, и у детей есть такое понятие – частые повторные переломы. Вот чтобы их не было, то есть мы таких детей ставим на учет, и вот назначаем остеовид для того, чтобы избежать вот этих повторных переломов. А также вот самое интересное свойство, что мы впервые в мире начали бороться с кальцинозами аорты. Вот этого феноменального результата не было достигнуто ни у одного препарата. То есть мы проводили исследование по остеомеду форта, влиянию его на кальциноз аорты. Да, остеомед форта не влияет на кальциноз аорты. А вот что делать с кальцинозами, которые уже есть? И вот оказывается, что делает остеовид? Он рождает клетку кости, а кальция не дает. И организм начинает собирать кальциевые отложения со всех мягких тканей. В том числе кальций уходит из коронарных артерий. Мы мерили это, кардиологи наши мерили двумя путями. Первый путь – это прибор BPLAB, измеряли жесткость сердечной аорты. А второй путь – это УЗИ сонной артерии, вместе с бафуркацией сонной артерии. И вот за 9 месяцев приема у нас минус 7% по жесткости сердечной аорты. Это феноменальный результат. Я думаю, что ни один остеопротектор в мире не может этим похвастаться. Это у нас остеовид. То есть, как только мы видим, что есть кальцинозы, есть отложение солей в мягких тканях, мы назначаем остеовид. Это первое, что мы делаем. Еще хотел подчеркнуть, что сейчас назначаются достаточно большие дозы витамина D3. То есть, даже у нас в России в рекомендациях и 2000 МЕ, и 4000 МЕ. И чаще всего это, как бы сказать, даже бесконтрольно. Вилор Иван Штруков еще в 70-е годы получил золотую медаль Альфа-Раби за исследование токсичности витамина D3 на организм человека. Он выделил, что человек делится на 5 групп по чувствительности витамина D. То есть, есть люди, которые вспыхивают как спичка при небольшом приеме витамина D, а некоторые могут, как говорится, стакан выпить, им ничего не будет. То есть, и вот три группы между ними. И обязательно, говорит, надо проверять, как организм реагирует на витамин D3. Потому что только у него было описано 9 смертей от передозировки витамина D3. И, в частности, 7 детей умерло. Вот только в Пенинской области тогда от передозировки витамина D3. И вот в то время, в советское время, было принято решение, что лучше легкий рахит, чем гипервитаминоз D. Потому что при массе полезных свойств витамина D3, главное у него свойство это какое? То есть, он открывает сфинктеры в кишечнике, те засасывают кальций из кишечника в кровь. Возникает вопрос, а куда деть этот кальций, если клетка кости не родилась? И вот когда происходит такое действие, то что происходит? Кальций начинает оседать у нас в кровеносной системе, начинает кальцинировать мягкие ткани. То есть, это происходит, когда клетка кости не рождается. Чаще всего это происходит у женщин в период менопаузы, когда женщина получает эффект в вымирающей деревне. То есть, кальций от умерших клеток поступает в кровь, а новые клетки не рождаются. Соответственно, у организма стоит задача утилизировать кальций из организма для того, чтобы он не седал в мягких тканях. И вот прием препаратов группы остеомед решает эту проблему. То есть, он обеспечивает анаболическое действие на костную и мышечную ткань. То есть, вот исследование профессора Марченкова и Ларисы Александровны, как остеомед форты укрепляет мышцы. Вот здесь вот и разгибатели, и изгибатели есть. А контрольная группа показала результат с ухудшением за год в минус 12%. Остеомед форты укрепляет мышцы, а обычно, то есть, те, кто не принимает, теряют мышечную ткань. Вот это исследование профессора Иседовой, Дагестанский медицинский университет. Рост минеральной плотности кости в разных сегментах скелета на фоне приема остеомеда форты. Вот исследование профессора Пешихоновой, Воронежский медицинский, остеопороз при ревматоидном артрите. Какие вот показатели достигнуты были при приеме остеомеда форты. Вот это, ну вообще, это, самый большой восторг вызывает остеомед у травматологов. То есть, мы реально сокращаем сроки консолидации переломов. То есть, причем, ну для пожилых пациентов это очень важно, потому что у них идет очень быстро атрофия мышечной ткани и, ну по сути своей, инвалидизация. И сокращение сроков реабилитации крайне важно. Ну, поэтому, вот, ну, были проведены, вот, ну, по травматологу провели самые большие исследования, потому что костей у организма много. И вот, этот, ну, показали везде, что мы ускоряем сращивание переломов. Вот этот препарат, это, ну, моя следующая презентация, про которую я хотел рассказать. Это тоже фимоклим, но я его включил в эту презентацию. Он тоже попал в список 100 лучших изобретений России. И он тоже сделан на основе трутнего расплода. Он вырос из остеомеда форты. То есть, женщины, которые начинали применять остеомед форты, ну, говорили о том, что у них симптомы климакса уходят. Мы сначала это не поверили, а потом, когда стали проводить исследование, да, действительно, это обнаружило, что симптомы климакса уходят. И был создан препарат фимоклим, который, по сути своей, дает до 5 лет молодости женщины еще. Вот я про него дополнительно расскажу. А в свете костной ткани, то есть, у нас было по фимоклиму тоже исследование, как фимоклим влияет на метаболизм костной ткани. И вот тоже где-то вот шестимесячное исследование показало, что на 1,5% растет минеральная плотность костной ткани. Это все тоже объясняется как раз действием трутнего расплода в составе вот этого препарата. Потому что другие компоненты не показали, что от них может расти минеральная плотность костной ткани. И ни один конкурент, кто выпускает препараты на основе, допустим, в состав фимоклима ходит там красный клевер, солодка, шалфей. Такие вот травы с астрогеновым действием. То есть, они сами по себе никак не оказывают влияние на костную ткань. Еще хотел обратить внимание, что в первой линии лечения остеопороза сейчас приняты бисфосфонаты. Мы вот в своей практике их не назначаем и стараемся уходить от них. Почему? Потому что прием бисфосфонатов противоречит физиологии человека. Бисфосфонаты тормозят функцию остеокластов. А как мы поняли, остеокласты здоровую клетку кости не трогают. Остеокласты трогают только умершую клетку кости. То есть, остеокласты являются, по сути своей, могильщиками костной ткани, которые разбирают умершие клетки. И весь минеральный матрикс обратно отдают в кровь. И если препятствовать функции остеокластов, то что происходит? Первое, это в костной ткани накапливаются покойники, которые дают массу кости, но не дают прочность кости. И в результате, вот как мы в детстве играли с вами в игру кондолы скованы. То есть, бежит человек, а между вами и партнером стоит покойник. Вроде массу имеет, а силы и прочность не дают. Поэтому первым тревогу забили кто? Стоматологи. У нас челюсть, самая рыхлая кость в организме. И вот прием бисфосфонатов стал приводить к атипичным переломам. Это первый недостаток. То есть, имеем массу, но не имеем прочность. Второй показатель приема бисфосфонатов в том, что, когда мы тормозим функцию остеокластов, мы начинаем тормозить и функцию остеобласта. Потому что остеокласты с остеобластами связаны. То есть, если остеокласты не вычистили фундамент для построения новой клетки, то они сигнализируют остеобластам, что, ребята, вы пока не приходите, мы тут еще не закончили свою работу. И получается, что все процессы в костной ткани замирают. Вот это основной принцип, почему мы не берем, принимаем бисфосфонаты. Потому что мы поняли, что их применять можно не более трех лет, когда человек проживет, понятно, что не более трех лет. Только в этом случае. А так, если мы хотим, чтобы пациент прожил долгую счастливую жизнь, бисфосфонаты принимать нельзя. И если мы начинаем применять остеомедфорты после приема бисфосфонатов, то организм подходит к восстановлению костной ткани мудро. Он начинает, в первую очередь, активизировать остеокласты для того, чтобы вычистить костную ткань от умерших клеток. Идет на самом деле потеря костной ткани, минеральной плотности костной ткани. Но мы это не боимся, потому что критерий повышения минеральной плотности костной ткани – это неправильный критерий. И сейчас многие фирмы об этом уже тоже задумываются, когда видят, что стандартные денситометры записывают в актив повышение минеральной плотности костной ткани, кальцинозы и эти, как уж и не кальцификаты, а остеофиты. И вот это. По нашему пути пошла, допустим, испанская компания, которая делает сейчас 3D-шепер, тоже строит модели полостных образований трехмерных. Мы их видим двухмерные с помощью аппарата денситометрии ДТХ-100 фирмы Остеометр. А сейчас стали строить и трехмерные образования. И мы вот подошли к лечению остеопороза по какому критерию? Когда мы смотрим пациента, если морфология костной ткани хорошая, то есть однородная, то мы не лечим таких пациентов. Если обнаруживается полостное образование, то начинаем лечить. Потому что, допустим, мы поставляем остеомет в Японию. Мы там тоже видели японских этих пациентов. То есть, да, у них минеральная плотность костной ткани низкая, но морфология костной ткани однородная. Соответственно, зачем их лечить? Вот этот наш подход мы хотели вам донести, чтобы вы подумали, посмотрели, и оценили целесообразность применения остеомеда Форты для восстановления костной ткани, ускорения сращивания переломов, восстановления мышечной ткани, а также для того, чтобы остановить такие грозные заболевания, как артриты и артрозы. Следующую презентацию хотел рассказать, и это про схема Аклим, который вот у нас вошел тоже в список, стал лучшим изобретением России. Мы хотели вот про Аклим рассказать с точки зрения, у нас несколько врачей участвовало, то есть с точки зрения гинеколога, эндокринолога, невролога и кардиолога. Видно, да? Хорошо, видно, да? Ну, здесь это про нас, то, что производители, то, что на мои преимущества, вот Мария вам сказала, чем мы сильны, то есть вот один критерий мне объяснили, тем, что мы единственные производители, по сути своей в России, кто использует цельные лекарственные растения, то есть все остальные производят экстракты, к сожалению, большинство людей не понимают, что их обманывают. Экстракты – это маленькое подмножество большого действия лекарственного растения. И когда изготавливают экстракты, то получают перекосы в их использовании, потому что, во-первых, когда действующее вещество экстракта действует на организм человека, возникает вопрос, а кто будет бороться с продуктами распада? И получается токсичное действие лекарственного растения. Цельные лекарственные растения содержат и действие вещества, балластные сопутствующие, которые замыкают пищеварительную цепочку и делают лекарственные растения не токсичными на организм человека. Во-вторых, это многогранность действия, потому что по многим лекарственным растениям идут большие научные споры, о чем оно лечит. И вот когда начинает выдергивать не то, что нужно, получается отрицательное действие на организм человека. Так вот это. Хотел обратить внимание на фемоклим, который у нас вырос из остеомеда. Основные принципы, в чем он делает, это то, что еще раз подчеркну, что активация рецепторов эстрогена способствует модуляции 600 генов, прогестерона 1800 генов, а тестостерона и андрогенов 250 генов. То есть основное действие как раз у нас с вами в фемоклиме это прогестерона и тестостерона, который может в организме человека оба этих гормона опять присоединиться, синтезироваться в эстроген. Почему у нас нету приливов? Прилив это выпадение по сути своей одного из трех гормонов. Эстрадиол, эстрон, эстриол. И когда один из них выпадает, организм пытается компенсировать выработки двух других, чтобы компенсировать недостаток третьего. Когда есть тестостерон или прогестерон, организм легко синтезирует нужный ей впадающий гормон. Поэтому у нас и нет приливов практически. То есть вот фемоклим, вот уникальность его действия в том, что именно он направлен на уменьшение симптомов приливов, которые мешают женщине жить. Вот это 20 раз в день, оденься, разденься, это просто ее изматывает. Вот это. Что было замечено? Что тестостерон способствует синтезу мозговых нейротрансмиттеров, обеспечивает либидо, укрепляет мышечную ткань, в том числе и трутера, и сфинтера мочевого пузыря. Препятствует недержанию мочи, препятствует опущению внутренних органов. Эти симптомы тоже у нас замечены при приеме фемоклима. Прогестерон препятствует разрушению муцинного слоя, мочевого пузыря, основной плетины небактериальных циститов, постмитузальных женщин. Это и есть вот это свойство прогестерона. При уровне плазменного тестостерона менее 1,115 наномоль над литр в циклах экстракорпорального благотворения частота беременности снижается до 16,18% против 40,15%. А имплантация эмбриона до 10,07% против 22,41% при уровне тестостерона более чем 1,115 наномоль на литр. То есть прием фемоклима способствует росту тестостерона. Поэтому это свойство можно активно использовать. Фемоклим – это наш негормональный препарат, который воздействует на все звенья развития климатерического синдрома. Вот здесь основные его составы. Это бета-ланин, глицин, травы клевер, шалфей, солодка, источник фитоэстрогена, витамин В6. Основной действующий компонент – это HDB-органик комплекс, специальным образом законсервированный трутневый расплод, в котором сохранены энтомологические гормоны пчел. Как эти гормоны действуют на организм человека, за счет какого механизма, нам еще не разгадан. Это нужно искать эти ответы. Но мы, скорее всего, думаем, что каким-то образом задействована печень, которая энтомологические гормоны превращает в человеческие. Поэтому ВАДА нам дала добро на использование трутневого расплода в спорте. Еще раз про состав трутневого расплода. Смотрите, вот здесь в конце есть тестостерон, тестостерол и прогестерон. Какое содержание есть в трутневом расплоде. И вот я хотел показать в практике гинеколога Филма-Климана, что он влияет. То есть, смотрите, по шкале Грина 84 человека было исследовано симптоматиками на паузе. Вазомоторных и прессациональных нарушений уменьшилось на 64,6. При исследовании 81 человека по шкале Капермана за 12 месяцев тяжесть климатерического синдрома уменьшилось на 40,6. Трехмесячное плацебо-контролируемое исследование приливов и ночной потливости показало уменьшение их на 71,8%. Психоэмоциональные расстройства на 50,8. Сексуальных нарушений на 34,5. У пациентов исследовали пациентов со средней тяжестью климатерического синдрома. Психоэмоциональное состояние женщины по шкале Спилберга улучшалось на 10%. В этом исследовании было 77% женщин с гипоэстрогенией и абдоминальным ожирением в возрасте 38-43 года с ранней стадией менопаузального перехода. Вот это самое важное для гинекологов, а как этот препарат влияет на клетки влагалищного эпителия. Вот посмотрите, очень тоже важное замечание. То, что мы проводили исследования, показали, что у нас растет поверхностный слой и промежуточный слой. То есть это по сравнению с теми женщинами, которые не применяли. Поэтому уходим от такого понятия, как зуд, жжение, влагалище. То есть это очень хороший показатель. Поэтому у нас количество пациентов с сексуальной дисфункцией тоже уменьшается. Тоже важный показатель – это патология эндометрия. То есть у нас нет отрицательного влияния на эндометрию. То есть это тоже исследование проводило. Состояние молочной железы у нас тоже без патологии. То есть это тоже мы посмотрели, как это происходит. И Маклин в практике – это эндокринолога. Это вот как он влиял на гормоны. То есть это мы тоже исследование провели. Вот посмотрите, как у нас растет свободный тестостерон по сравнению с группой контроля в течение 6 месяцев. Это достаточно такой хороший. Потом вот смотрите, другие гормоны тоже идет влияние на другие гормоны. В том числе эстрадиолы. Сокращение выруху, это генопаузы. Вот это было еще раз померено исследование гостной ткани. То есть это плюс 1,5% за 6 месяцев. Это вот важный показатель. Вот неврологи. Вот это, говорю, исследование было очень важное. С точки зрения, еще вот посмотрите количество пробуждений за ночь. То есть мы вам говорим, что укрепляем мочевой пузырь, свинктеры мочевого пузыря. То есть нет походов в туалет за ночь. Количество пробуждений за ночь в летнем уменьшилось с 2,5 раз до 0,5. То есть это тоже один из блестящих наших показателей. Ну и дальше психоэмоциональные нарушения. Как мы влияем на вот эти. Вот, на этот, тоже вот общий показатель физиологического состояния. То есть у нас везде вот, ну, хороший показатель, значительное улучшение. Вот это исследование было, говорю, плацебо-контролируемо. То есть это вот очень тоже интересное у нас исследование. Поэтому вот это, вот в практике кардиолога, то есть было замечено, что прием, это фемоклима способствует расширению артерий. То есть вот на 10 процентов, за 10 месяцев, тоже это блестящий показатель. То есть мы останавливаем, по сути, свое развитие, ну, атеросклероза сосудов, вот всех возрастных нарушений. Причем самое интересное, что у нас есть, мы сохраняем талию у женщин, то есть влияем на липидный спектр крови, уменьшаем уровень плохого холестерина. Это вот про фемоклим. И последний я хотел нам сказать, это про препарат, который мы тоже разрабатывали десятки лет. Это, ну, вот феноменальное открытие, это препарат селена, это который сделал академик Российской академии наук Швец Виталий Иванович. Он 20 лет искал нетоксичную форму селена. Все знают о пользе селена, о том, что низкий уровень селена связан с риском сердечно-сосудистых катастроф. Это низкий уровень селена связан с высоким риском онкологии. Основная проблема селена была в чем, что сам металлический селен не усваивается, а селенит и селенат и натрий, которые применяют сейчас на практике, они большей частью токсичны. Они неконтролируемо распадаются в организме человека на селен и водород. Селен идет на пользу, а водород на убийство клеток. И в чью пользу счет, вот это вопрос достаточно большой. То есть это, ну, как вам сказать, было практически, ну, основная задача была найти нетоксичную форму селена. И мы ее нашли. Где мы ее нашли? Мы ее нашли в грудном молоке женщины. Вот в грудном молоке селен содержится в виде селенцистина. У ребенка есть фермент селенцистеин лиаза, который отщепляет селен по мере необходимости в нем организма человека. И мама по определению убивать ребенка не будет. То есть селенцистина оказалась самой физиологичной формой селена, которую нужно было найти. И мы ее нашли в лекарственном растении острогал шерстистно-цветковый. Вот это, вот главный, на основе этого лекарства растения острогал шерстистно-цветковый, мы научились его обогащать дополнительным селеном. Когда он растет, мы его обогащаем селеном, а он преобразует селен в виде селенцистины. И у нас получилась самая нетоксичная форма селена, которая есть. А вот селен для чего нужен? Ну, вы и знаете, что он способствует... Ну, необходим для 25 селенопротеинов. Селеносоздание селенопротеинов. Селен осуществляет патолитическую антиоксидантную функцию. Вот, низкие концентрации селена подавляют функции метахондрии, увеличивают активную форму кислорода. Селен участвует в имплантации бриона, повышении фертильности за счет синтеза цистерона, спермы и подвижности сперматозоидов. Селен активно противостоит онкологии. Вот, ну, гинекологи должны знать, что при лечении препаратами, уменьшающими, это, карбоплатином, то есть, как-то препараты, то есть, он способствует устойчивости, препятствует развитию лекарственной устойчивости к карбоплатине при лечении рака яичников. Он снижает нефротоксичность, угнетает, угнетающие действия на костный мозг. То есть, это, ну, большой плюс препаратов селена. Селен у нас, как вам сказать, ну, в наших, в России очень часто регионы, ну, отсутствует, очень мало селена. Раньше селена нам поступала с американским зерном, а сейчас это зерно не поступает на рынок, поэтому в стране осуществляется селенодефицит. И вот то, что мы нашли, это вот, по сути своей, сейчас утворит чудеса. Восстановление уровня селена, причем не токсичным путем. То есть, ну, вот, основному я хотел вот это рассказать, что если вы назначаете селен, то обратите внимание на селен-био, то есть, у нас его состав вот, ну, такой вот хороший. То есть, мы единственные производители препарата селена, который его сочетает с антиоксидантами, потому что селенит и селеноднатрия являются прооксидантами, то есть, они несовместимы ни с аскорбиновой кислотой, ни с витамином В. Вот. А вот у нас состав, это, трава строгал, 6-ти цветков, 170 миллиграмм, что дает 29 микрограмм, это от селена. Это аскорбиновая кислота, цинкоцитрат, которые, крайне же, все вот эти компоненты необходимы женщине. Увеличение потребления селены ежедневно на 1 микрограмм на килограмм тела снижает за месяц долю жировой массы тела на 3,6%. 8 недель приема, 8200 микрограмм селена в сутки препятствует развитию склерополикистоза яичников. То есть, вот такой вот у нас замечательный селена. Это я, в принципе, все рассказал. Если есть вопросы, то готов ответить. Дмитрий Геннадьевич, спасибо большое за предоставленную информацию. Я считала, у нас есть вопросы. Потом я хотела бы у вас несколько слов, чтобы вы сказали, для аптечных сетей. У нас здесь как врачи, так и аптечные сети. А преимущественные продукции именно для аптечных сетей в том числе. Но сначала я хотела бы, чтобы вы ответили на вопрос доктора, который... Молодцы, благодарю за очень поздавательный и очень подробный доклад. Кстати, я лично получила очень много информации, которые не имела ранее. У меня такой вопрос. Если остеомет и хемоклим, они имеют одну и ту же биооснову, можно ли эти два препарата назначать вместе? Это первый вопрос. Вы слышите, Дмитрий Геннадьевич? Да, я слышу. То есть это... Ну, вот когда женщина вступает в менопаузу... Ну, вообще вот хемоклим кому мы назначаем? То есть всем женщинам, у которых есть проблемы с менструальным циклом. Вот с аминореей, то есть месячный прием, по сути своей, убирает и аминорею и восстанавливает менструальный цикл. Второе, мы назначаем хемоклим, когда у женщин низкий уровень тестостерона, особенно, вот говорю, для того, чтобы... Когда идет экстракорпоральное оплодотворение, чтобы его поднять, чтобы повысить вероятность зачатия. Тоже назначаем хемоклим. То есть это его свойства. Теперь это... Когда, ну, вот вступает в период менопаузы, мы видим, что костная ткань начинает разрушаться. Хемоклим, говорю, еще нормально действует в течение трех лет. То есть он поддерживает костную ткань. То есть его можно без остеомеда назначать. То есть он будет поддерживать костную ткань. Он будет препятствовать развитию атеросклероза аорты. Он будет, это, не допускать отложения кальция в мягких тканях. То есть это вот достаточно приема хемоклима в течение первых трех лет. А в дальнейшем, когда, ну, к сожалению, многие пациенты приходят уже в возрасте 75, 76, там, 80 лет после перелома. Вот здесь вот мы сначала назначаем, смотрим, если есть большие полосные образования, назначаем остеомед форты для того, чтобы убрать, ну, оттащить человека от могилы. То есть хотя бы вот полгода, 9 месяцев для того, чтобы полосные образования стали закрываться. А потом переходим на поддержку терапии остеомедом. Вот. Если мы видим, ну, что у человека очень много солей в мягких тканях, или видят кардиологи, мы обязательно назначаем на прием, кстати, кардиологу. Сейчас медицинские центры это знают, что вот эта связка кардиолог и аппарат УЗИ, она позволяет дополнительно делать доход. Потому что, ну, до нас это было, ну, что, ну, обнаружили кальцинозы, а дальше-то что с ними делать? Никто ничего не делал. А вот здесь вот можно назначать остеовид и смотреть, как рассасываются кальциевые отложения, корректировать дозировку. И, по сути своей, ну, медицинский центр на этом дополнительно зарабатывает. Спасибо, Евгений Геннадь. Спасибо большое за ответ. Да, я хотела бы еще пару слов от вас услышать для пожеланий, для посылок для аптечных сетей. Ну, вот самый важный препарат, конечно, это у нас это, химоклим. То есть его назначение данного препарата позволяет задействовать женщин, по сути своей, это, ну, с возраста до старости. То есть химоклим действует положительно не только вот в период менопаузы. То есть его можно советовать женщинам вообще, ну, на всю оставшуюся жизнь. Потому что такие понятия, как зуб и жжение влагалищик, никто не исключает. То есть этому надо препятствовать. Нужно препятствовать опущению внутренних органов. Нужно препятствовать разрушению муциного слоя, мочевого пузыря. Потому что недержание мочи, оно тоже мучает многих женщин. И вот химоклим, по сути своей, препятствует развитию вот этих процессов. И, ну, вот с этой точки зрения нет ни одного близко стоящего препарата в мире. Ну, и каждая женщина хочет все-таки продлить свою молодость. Мы все-таки стоим на стороннике того, что чем дольше женщина сохраняет менструацию, тем это для нее вообще лучше. Спасибо большое, Дмитрий Геннадьевич. Да, спасибо большое за исчерпнущую информацию. Мы благодарим всех вас за то, что вы послушали. Да, извините, что я не смог прибыть, я очень хотел, старался. Ну вот. Да, спасибо большое. Не получилось. Спасибо, Дмитрий Геннадьевич. Спасибо большое, всего доброго. Спасибо, спасибо. До свидания. Спасибо, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok